с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 19 августа всемирный день фотографии по некоторым данным в 1839 году в этот день общественности представлен метод получения отпечатка фото дагера типа прототипа фотографии изобретение принадлежит луи дагера у которого патент выкупило правительство франции она и провозгласила его изобретение подарком миру всемирный день гуманитарной помощи отмечается также сегодня а еще веналия праздник виноделия в древнем риме таких дней тогда было 2 23 апреля и 19 августа новое вино выливалось на землю храма венеры и приносились жертвы юпитеру предание относило установление этого праздника к началу рима когда ней а по другой версии аскане ведя войну с царем этрусским мизинцы им дал обед юпитеру посвятить ему сбор винограда за этот год во всем лациуме и одержал победу над врагом день рождения русской тельняшки отмечается сегодня в далеком 1874 в этот день император александр второй подписывает указ согласно которому вводится новая форма одежды бравых моряков с тех пор тельняшка является признанным символом мужества и отваги но теперь о родившихся 1882 год в этот мир приходит габриэль шанель или просто коко шанель француженка законодательница моды цветата в 20 лет ваше лицо дает вам природа в 30 его лепит жизнь но в 50 вы должны заслужить его сами ничто так не старит как стремление молодиться после 50 никто уже не молод но я знаю 50-летних которые более привлекательны чем три четверти плохо ухоженных молодых женщин но еще одна цитата не бывает некрасивых женщин бывают ленивые так говорила коко шанель 1937 год александр вампилов приходит в этот мир драматург старший сын утина охота прошлым летом в чулимске его назвали александром честь пушкина это был год столетия со дня смерти поэта а вот после ухода его отца арестованного нквд семья вампиловых жила очень трудно буквально перебиваясь с хлеба на воду он ушел из жизни молодым а герои его пьесы выходят до сих пор на сцены многих театров мира 1945 год рождается ян гиллан британский рок музыкант вокалист и автор текстов песен наиболее известен конечно как участник группы deep purple гиллан также исполнил партию иисуса в оригинальной версии рок-опера иисус христос суперзвезда и пел в течение года в black sabbats 1946 год в мире появляется билл уильям джефферсон клинтон будущий 42 президент сша с 1993 года представитель демократов а в 1951 году родился владимир конкин актер как закалялась сталь место встречи изменить нельзя и многие другие работы первая же работа в кино роль павки корчагина мгновенно приносит начинающему актеру широкую известность но свою главную роль володя шарапова сыграл конечно в телефильме место встречи изменить нельзя 1856 год американец гейл борден патентует способ получения сгущенного молока через десять лет фабрика сгущенного молока появляется и в европе в 1875 году швейцария производит 4 миллиона 200 тысяч килограммов сгущенного молока при покупке товара на фабриках можно было заказывать и удобные инструменты для откупоривания жестянок в россии конденсированное или сгущенное молоко выписывалось из швейцарии аптекарями и поначалу покупалась лишь в экстренных случаях в 1887 году в подмосковном кляну дмитрий менделеев самостоятельно поднимается на воздушном шаре заполненным водородом под названием русский к восьми часам шар достиг высшей точки 3800 метров пролетев над землей около 100 километров шар благополучно приземлился близ деревни спас угол в гондоле воздушного шара ученый произвел целый ряд атмосферных измерений и наблюдений за два дня до полета великий химик даже составил завещание в заключительной части которого написал хоронить прошу как можно проще в клин менделеев приехал со своим коллегой физиком константином краевичем и знаменитым художником илью и репиным который делал зарисовки приготовления воздушного шара к полету 1936 год начинается первый открытый московский процесс по делу объединенного троцкистско-зиновьевского антисоветского центра в ходе проходящего шесть дней суда все 16 обвиняемых будут признаваться в создании террористического центра связях с троцким участие в убийстве кирова и подготовке заговора против сталина и других руководителей государства они же дадут показания против бухарина рыкова томского всем обвиняемым будет вынесен смертный приговор 1944 год александр покрышкин стал первым трижды героем советского союза как летчик-истребитель он занимает второе место после ивана кожедуба по результативности среди всех пилотов союзников по антигитлеровской коалиции 1946 год мао цзэдун объявляет в китае военное положение и призывает всеобщей войне против чан кайши 1960 с 19 по 20 августа космический корабль восток с собаками белка и стрелкой на борту совершил суточный полет с возвращением на землю цель эксперимента исследование воздействия космического излучения на живые организмы обе собаки смогли дожить до весьма преклонных лет стрелка оставила после себя многочисленное потомство а один из ее щенков пушок был подарен даже жаклин кеннеди 2000 год в москве проходит освещение воссозданного храма христа спасителя в 1988 возникло общественное движение за воссоздание храма к 1999 новый храм христа спасителя сооружен как условная внешняя копия своего исторического предшественника но сооружение стало двухуровневым с храмом спас преображение в цокольном уровне 19 августа 2000 года состоялась великое освещение храма собором архиереев присутствовавшими на архиерейском соборе русской церкви ну и самое последнее 1991 год образован государственный комитет по чрезвычайному положению с 6 утра радио начинает передавать объявления о введении чрезвычайного положения в некоторых районах ссср указ вице-президента геннадия янаева а его вступление в исполнение обязанности президента ссср связи с нездоровьем михаила горбачева заявление советского руководства о создании госкомитета по чрезвычайному положению в ссср обращение гкчп к советскому народу ну а по телевидению показывают бесконечное лебединое озеро ну а далее стремительное развитие событий на следующий день обращение гражданам россии подписанная ельциным силаевым хазбулатовым и собчаком танки на улицах москвы указ президента рсфср в котором создание гкчп квалифицируется как государственный переворот а его члены как государственные преступники сооружение баррикад вокруг белого дома пресс-конференция с дрожащими руками в пресс-центре мидо ссср показанная по телевидению ночь в ожидании дальнейших событий 22 августа на самолете ту-134 российского руководства президент горбачев возвращается с семьей в москву заговорщики по его приказу арестованы впоследствии 23 февраля 1994 они будут выпущены из тюрьмы по амнистии объявлены государственной думой так заканчивалась одна страна и начиналась фактически другая с вами был николай пивненко в проекте дата